Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Собственно, как и всегда, по окончанию торгового дня, то есть следующим утром, как сегодня, мы с вами встречаемся, чтобы проанализировать новостной фонд прошлого дня, который, как вы прекрасно могли заметить, превзошел все самые смелые ожидания. Да, безусловно, мы рассчитывали на то, что после пасхальных праздников снова возрастет ликвидность, на рынке будет больше денег, больше игроков, и, возможно, трейдеры поспешат отыграть еще ту статистику, которая была опубликована в последние дни прошлой недели и, собственно, в понедельник. То есть мы делали акцент на то, что движения будут интереснее, чем, скажем, в четверг, в пятницу и в понедельник. Но вот уже на самом деле, когда, видя, что произошло с британцем, все ожидания уже постфактум были крайне скромными, потому что движение, если говорить про минимум, опять же, фунта против доллара 1.25 до х 1.29, это 400 фунтов. То есть мы видели котировки и 1.29, соответственно, с таким напором эта валютная опара, вопреки всего того фундамента, о котором мы с вами говорили ранее, может развить еще более крутое восходящее движение, сохранить данную бычью траекторию. Фунт, безусловно, сейчас крайне интересен. Я думаю, то, что мы обязательно о нем поговорим, но тогда, когда наступит время. У нас есть те инструменты, которых мы традиционно касаемся первыми, это рынок нефти. Вот давайте, собственно, с черного золота сегодня, как и всегда, и начнем. Клоза прошлого дня 54.81, сейчас котировки еще ниже, 54.75. Снова бренд ниже поддержки 55 долларов за баррель. Уже третью сессию подряд мы наблюдаем, как цены на черное золото снижаются. Это хороший знак для нас, для медведей. Опять же, не хочется каркать, потому что как только мы убеждаемся и начинаем искренне верить, что это не просто коррекция, а долгожданный разворот, вот как закон подлости, а цены на нефть снова устремляются вверх. Я надеюсь, что сейчас это не просто коррекция, которая направлена на то, чтобы накопить силы БК, а оправданная реакция на обновленный новостной фон. Но, опять же, форсировать события не будем. Ставим, как и раньше, на коррекцию, следим за новостным фоном. А в плане новостей вчера был довольно интересный день. Можно снова отметить то, что главной идеей для трейдеров по этому сектору финансовых активов является все-таки увеличение нефтедобычи в Соединенных Штатах Америки, что в целом, разумеется, нейтрализует действия ОПЕК, направленные на возможное достижение, скажем так, дефицита сырья на мировой арене. Этого сейчас не происходит, потому что добыча зашкаливает. И вот те отчеты, которые мы с вами получаем из недели в неделю, позволяют нам оставлять Штаты в формате главной угрозы, для перспектив черного золота, ценовых, конечно же. И говорить о том, что именно Соединенные Штаты Америки являются причиной отсутствия до сих пор балансового состояния между спросом и предложением. Мы наблюдаем самый настоящий сланцевый бум нефти, уже который по счету. Это совершенно очевидный факт, потому что количество буровых сланцевых неуклонно растет уже 13 недель подряд. Я думаю, что эта неделя не будет исключением. Рост уже больше, чем на 140-150% за 8 последних месяцев. Соответственно, эта тенденция непременно сохранится, потому что единственное, что может отбить охоту сейчас у трейдеров и, прежде всего, инвесторов даже, вкладывать средства в этот бизнес, это низкие цены на нефть, которые лишают его рентабельности, делают его таковым. Но мы видим котировки и знаем то, что уровень рентабельности находится даже гораздо, собственно, ниже по ценам, нежели те, которые мы наблюдаем сейчас на экранах наших терминалов. И, соответственно, текущие котировки уж точно располагают к тому, чтобы все больше инвестиций шло в данный инвертический сектор. Поэтому инвесторы, вдушевленные тем, что здесь можно много заработать, собственно, и толкают, опять же, статистику, которую мы получаем от Baker Hughes на еженедельной основе вверх по траектории роста и позволяют говорить нам о том, что увеличение количества сланцевых платформ будет сказываться, соответственно, и на объемах добычи. Буквально некоторое время назад я акцентировал ваше внимание на том, что поддержку нефти, точнее, короткой позиции и идеи продажи по рынку нефти оказали пересмотренные прогнозы от Администрации аналитической информации и ОПЕК по, собственно, планкам добычи и производства в США. Так вот, Администрации аналитической информации снова на нашей стороне, потому что они опубликовали новый прогноз по ожиданиям увеличения сланцевой нефти уже на май. По их версии, производство сланцевого сырья может увеличиться на 123 тысячи баррелей в сутки, доведя общий объем добычи до 5-19 миллионов. То есть это уже больше 50% всего производимого, всей производимой нефти. Конечно же, эта статистика еще раз возвращает нас к реальности, которая на самом деле указывает на то, что нефти, как и раньше, гораздо больше, чем могут нарисовать самые оптимистичные прогнозы по спросу. Статистика по ОПИ также вчера была опубликована. Запасы нефти снизились. Они, как и недели ранее, на минус 0,8 против прошлого сокращения на минус 1,3. И сегодня в 17.30 нас ждут официальные данные. Но, собственно, по аналогии с прошлой недели, я уверен, что трейдеры, даже в случае роста, точнее снижения запасов нефти по официальным данным, не отреагируют на эту статистику, потому что куда более интересным будет отчет по уровню добычи за прошлой неделю. Напоминаю то, что в ходе позапрошлой пятидневки прирост производства составил 35-36 тысяч баррелей за неделю. Если цифры хотя бы отдаленно будут повторены, то сегодня котировки нефти продолжат снижаться, и мы будем снова говорить о возможности тестирования поддержки 54-53 доллара за баррель. Вот хотелось бы увидеть сначала эти уровни, прежде чем снова взмахнуться на отметку 50. Рубль против доллара 56-10. Собственно, вчера я пробежался мельком по комментариям на канале на YouTube. Были вопросы по поводу того, что будет рублем дальше, и есть ли какой-то обновленный фундамент. Но, на самом деле, единственная причина, по которой сейчас не касаюсь рубля, так это то, что новостная картина не изменилась. Мы с вами из недели в неделю, из дня в день обозначали целую кучу фундаментальных причин, из-за которых рубль должен ослабеть, но они пока несостоятельны. Истинную причину понять не может на самом деле никто. И если вы считаете то, что у вас у кого-то есть объяснение того, что происходит сейчас с рублем, ну, я думаю, что вы по меньшей мере заблуждаетесь. А если кто-то пытается объяснить то, что происходит с валютой развивающейся рынка, которая показывает чудовищный укрепительный результат, даже несмотря на, в целом, нахождение главного экспортного ресурса для страны нефти в восходящем движении. Если вы пытаетесь объяснить это техникой, ну, тогда вы заблуждаетесь просто в троекратном размере. Мне кажется, это нелепое объяснение, которым не стоит оправдывать то, что происходит с российским валютным активом. Дальше идем. Доллар против японской иены. Здесь, друзья, есть статистика слова. Статистика, которая в целом указывает на то, что основной фундаментальный тренд не меняется. Промпроизводство. Вчера было опубликовано плюс 0,5% в месячном выражении, и прирост с 0%. То есть, очевидно, лучше, чем в прошлый раз. И я думаю, то, что промышленное производство продолжит радовать нас и дальше, вот в 2017 году. Были прогнозы, то, что этот показатель может просесть из-за того, что присутствовали ожидания более скромных показателей в обрабатывающей промышленности. И на самом деле эти ожидания были оправданы. Но повышенный спрос на топливо, опять же, по причине высокого спроса сезонного характера, компенсировал снижение, по-моему, на 0,4% активности в обрабатывающей промышленности. Поэтому, в целом, общий показатель промпроизводства находится на очень неплохом значении. Эстер Джордж, тоже еще одна представительница американского регулятора, высказалась за то, что повышать ставки нужно просто в обязательном порядке. Но вот единственное, но она не является голосующим членом. Но интересна позиция еще одного представителя ФРС для общей кучи картины. То, что риторика американского регулятора в целом пока не изменилась. А вот если посмотреть на рыночное настроение, то есть, опять же, ожидания и версии того, что просадка по рыночным продажам и по индексу потребительских цен, который мы наблюдали, собственно, в прошлую пятницу, уже сказалось на вероятности изменения политики, повышения ставок в июне месяце. Но успешить, опять же, с выводами не стоит, потому что до июня еще много времени и, соответственно, много отсчетов. Картина может снова измениться. Доллар в целом сейчас котируется на отметке 108.59. Это чуть ниже, чем мы наблюдали котировки днем ранее. Американская валюта снижается, реагируя на снижение доходности американских облигаций. Здесь действительно мы видим сейчас показатель 2,2%. Это минимальный уровень еще с ноября даже, то есть до того, как нам стали известны итоги американской президентской гонки. Причин, я думаю, то, что много, но самое главное из них – это эскалация геополитической напряженности. Этот вопрос еще не разрешен, он актуален, соответственно, трейдеры пока не хотят перекладываться снова из защиты в кажущийся весьма привлекательный риск. Поэтому мы видим то, что по-прежнему гены еще в поворе и общего изменения в настроениях не произошло. Золото, в частности, еще одно подтверждение этому сейчас котировки по этому активу – 1286, хай вчерашнего дня – 1295. Золото пока не имеет возможности, чтобы протестировать сопротивление 1300 долларов за тройскую унцию, потому что здесь, видимо, нужен новый виток эскалации геополитической напряженности. Против золота выступило некоторое ключевое слово – стабилизация доллара, после того, как мы послушали комментарии, точнее даже проанализировали интервью в Financial Times, которое было дано министром финансов Соединенных Штатов Америки с Стивеном Хамлучином. В данном случае мы помним то, что он обратил внимание трейдеров на то, что дорогая валюта в положительной долгосрочной перспективе, и как будто бы, как я уже отметил, проводя ошибку и разбор полетов от того, что сказал Трамп некоторым временем назад, то есть, по сути, даже днем ранее, отметил то, что Трамп исходил из краткосрочных горизонтов. Поэтому в целом его риторика оказалась в влиянии на американца. Завтрашняя торговая сессия, между прочим, будет интересна тем, что он снова даст пресс-конференцию. Если он уже оказал такой влияние на доллар, может быть, мы увидим похожую аналогичную реакцию уже завтра. Как и раньше, не торопимся сейчас торговле американцев против иены, потому что картина крайне неопределенная. Либо трейдеры сфокусируются и снова вернутся к идее роста доллара по факту вероятного повышения процентной ставки, либо снова на рынке будут доминировать идеи, связанные с торговлей под риском. Опять же, той же самой ситуацией вокруг Северной Кореи. Фунт против доллара. Вот здесь самое интересное движение, которое мы видели. Опять же, я даже не хочу говорить в прошлом об этом, потому что фунт и сегодня сохраняет актуальность. То есть, после такого движения, возможно, и фиксация результата по факту состоявшегося ралли. Именно это мы вчера с вами и увидели. Это самая настоящая капитуляция. Мне для этого понравилось мне это высказывание. Либо восходящее движение будет продолжено. Причина, как я уверен, вы уже прошерстили, собственно, все новостные сфотки, это решение Терезы Мэй провести внеочередные парламентские выборы, которые назначены на 8 июня. По ее мнению, это единственная возможность сохранить политическую стабильность внутри страны, поскольку оппозиция явно оказывает на нее сейчас серьезное давление, когда дело доходит до обсуждения отдельных положений и участия вообще в формате переговоров о Брэкзит. Это болезненная тема. И Терезы Мэй сейчас сопротивляться все труднее и труднее. Особенно тогда, когда непрезидентская партия, скажем, доминирует в парламенте. Соответственно, ее потребность и желание провести досрочные выборы сводятся к тому, что она хочет заучиться поддержкой большинства единомышленников именно в парламенте. Соответственно, все решения, которые она будет отстаивать в дальнейших обсуждениях процедуры выхода Англии из состава Европейского Союза, они в конечном формате, безусловно, будут обязаны пройти одобрение в парламенте. И если, конечно же, она будет иметь там неоспоримое, собственно, влияние и высокие рейтинги, то ее будут поддерживать. Поэтому мы с вами, безусловно, будем ждать этого важного события 8 июня. Сейчас мы видим то, что это, опять же, только анонс того, что это произойдет, привел к тем движениям по британцу, которые мы с вами наблюдали. Но я хочу сразу отметить то, что даже если бы у нас были предпосылки того, чтобы дождаться или обозначить лично через оценку фундаментального фона, то что такое решение может прозвучать, я сразу хочу сказать то, что реакцию было бы трудно спрогнозировать заранее. То есть проведение досрочных парламентских выборов, это не было залогом успеха для британца. Потому что это еще один, опять же, вопрос, который подчеркивает присутствующую неопределенность политическую. А если вообще в терминологии используется слово неопределенность, это практически никогда не является позитивным знаком для национальной валюты. То, что мы видели вчера, может быть, опять же, это и реакция тех самых маркетмейкеров и хедж-фондов на то, что накопилась крайне избыточная позиция по коротким позициям. И если мы оценивали, скажем, с большей объективностью, может быть, игнорируя даже фундамент, те настроения, которые на рынке присутствовали, может быть, мы смогли найти заранее сигналы того, что рынок близок к экстремуму перегреву, который, в принципе, заставляет последовать, опять же, активу в другом направлении, чтобы, как вы наверняка знаете такие понятия, вынести с этой торговой среды тех, кто хочет заработать очень много на, казалось бы, предсказуемом коррекционном тренде. Достигли ли мы этого уровня сейчас экстремума, когда уже срабатывают все стопы, я не знаю, еще неизвестно. Если говорить про технику, то таким уровнем вроде бы как было сопротивление 1.2750. Я лично на этом уровне, собственно, и вышел с рынка, потому что у меня уже не хватило терпения наблюдать за тем, что происходило дальше с британцем, и пока что этим активом торговать я не буду. Исходя из того, что произойти до конца этой недели с ним может все, что угодно, думаю, что рынок должен, собственно, успокоиться, переосмыслить все, что случилось, собраться, и уже на следующей неделе я предлагаю вам вернуться к британцу и попробовать снова поставить какие-то ориентиры. Надеюсь, что в третий раз мы с вами в просак не попадем, ну, возможно, то, что вы попали в этот просак меньшее количество раз, но я вот уже в этом году дважды обжегся на фунте. Не хотелось бы повторить то же самое уже и третий раз. Доллар канадец 1.34 достигли этой отметки. Наше с вами целевое сопротивление, хотя не цель максимум, потому что мы хотим по этому дуэту активов увидеть сопротивление 1.35. Против канадца действует слабая нефть, хорошо, еще в пятницу будут публикованы данные по инфляции, я надеюсь, что этот отчет также усилит наше представление о том, что мягкая политика для канадского регулятора по-прежнему более приемлема. Если инфляция не подведет, тогда к концу недели мы сможем добраться до отметки 1.35. Австралийцы против доллара снижаются в соответствии также с нашими ожиданиями, здесь основной негатив был связан с протоколами, очень много рисков снова было повторено, начиная от крайне нестабильных факторов поддержки, которые привели к улучшению макроэкономической статистики, не факт, что они продолжат оказывать такую же поддерживающую функцию и дальше, прежде всего подразумевалась стоимость сериевых активов, и тут я хочу отметить то, что, как вы помните, одним из основных экспортных товаров является железная руда, и сейчас цены на железную руду, на железо, продолжают снижаться, находятся уже на минимальном значении за последние 5 месяцев, в том числе это и реакция, и ожидание по-прежнему актуальнее того, что китайская экономика продолжит все-таки оснижаться по показателям ВВП. Плюс ко всему из протоколов стало ясно то, что ключевой проблемой остается рост закредитованности, задолженности потребителей, которая растет гораздо более динамичными темпами, чем рост заработных плат, и формируется вот такой кольцевой замкнутый круг, выйти из которого пока что очень трудно. Ну и добил уже австралиец комментарий о том, что дорогая валюта, которой австралиец является сейчас против доллара, затрудняет процессы перехода от сырьевой ориентации экономики. В связи с этим я делаю вывод о том, что австралийцы нужно дальше продавать и с текущих уровней 0.75-0.26 ставить и метить хотя бы в район поддержки 0.73. Американский фондовый рынок чуть просел, чуть только, до 1340 пунктов. Рынок по-прежнему еще переваривает идею и, возможно, даже чрезмерно оптимистичное ожидание инвесторов от того, что прибыли ключевого костяка американского фондового рынка в первом квартале могли увеличиться на 10%. Мы продолжаем получать квартальные отчеты. Посмотрим, так ли это на самом деле. Но пока идеи достаточно, чтобы даже несколько убрать на второй план отсутствие вот этих стимулирующих реформ со стороны Трампа и факта эскалации геопатической напряженности. Фондовая секция США держится. Это хороший сигнал для нас, как для покупателей. И я, как и раньше, считаю то, что мы можем метить снова, как и раньше, на обновление все-таки очередного исторического максимума. Из важных событий сегодняшнего дня ждем данные по инфляции в Еврозоне. Очень важный отчет, поскольку снижение инфляции может снова обратить наше внимание на то, почему стимулирующие меры для Европейского центрального банка являются актуальными. Поэтому не торопитесь покупать европейскую валюту. В 17.30 будут опубликованы запасы не в США. И завтра, как я уже отметил, нас ждет выступление Стивена Мучина, министра финансов Соединенных Штатов Америки, который снова может придать неплохое ускорение американцу. И будет проводить локальный разбор полетов еще председателя британского регулятора, то есть Банка Англии, Карни. Интересно будет послушать и его. Друзья, в четверг и пятницу, к сожалению, у меня не будет с вами. Сегодня я отправляюсь на Казахстан, в Умату. Как вы знаете, буквально месяц назад состоялось торжественное открытие нашего представительства. Там будут проходить семинары, поэтому к вам я вернусь только в понедельник. Но не переживайте, в четверг и пятницу вы не останетесь без новостей. Как и всегда, меня подменят мои коллеги, которые будут держать вас в курсе всего происходящего. Собственно, на этом все. Я хочу пожелать вам удачного завершения этой недели. Не расстраивайтесь из-за фунта. Думаю, что мы сможем вернуться к более предсказуемой, фундаментальной картине. Я надеюсь, что произойдет уже совсем скоро. И сможем использовать потенциал такой же актуальной коррекции, на которую мы надеялись раньше. Но приходится работать и с убытками. Я надеюсь, что многие из вас это уже умеют делать. И под умением это делать я подразумеваю изначальный контроль рисков. То есть, как и всегда, мой вечный призыв, что это основное правило, которым нужно руководствоваться, занимаясь спекуляциями на финансовых площадках. Также хочу пожелать вам хороших выходных. Увидимся, соответственно, в понедельник дважды на нашем брифинге. И в ходе вебинара. То есть, у вас есть 4 полноценных дня, чтобы отдохнуть от меня. Надеюсь, что вы используете это время. Всего доброго. До свидания.